Добрый день! Сегодня в программе «Студенческий городок» поговорим о любви, журналистике и не только, и все это по-студенчески. А вначале узнаем о том, какие смешные случаи запомнились студентам и преподавателям на парах. Лекции в университете скучными. Драматичные или поучительные. Различные эмоции ощутили студенты по обмену. Насчет смешных моментов, действительно, преподаватели очень веселые, на позитиве, студентов не загружают, иногда могут с нами пошлить, посмеяться. Мне нравится, что здесь многие преподаватели относятся к студентам как к друзьям, можно так сказать. И очень много смешных историй. Вот буквально вчера мы проходили маркетинг, по-моему, международный менеджмент, что-то такое. И преподаватель очень так в смешной форме все объясняла. И то есть это, во-первых, откладывается в уме, то есть то, что яркое событие. Мы не просто сидим и пишем лекцию, а мы слушаем, мы контактируем, мы шутим. И как бы открытость преподавателя мне очень импонирует вот в этом плане. Из ответов студентов можно сделать вывод, что смешные истории случаются, но не слишком часто. Режиссер-продюсер Роберт Карапетян провел мастер-класс для юных журналистов. Как найти информационный повод, а также о том, как стать универсальным журналистом, узнаем в следующем сюжете. Сегодня Роберт Карапетян, тележурналист и автор цикла документального кино «Бюро журналистских исследований», рассказал абитуриентам Журфака Урфу, как правильно снять специальный репортаж и как грамотно показать личность героя в кадре. В числе документальных фильмов Роберта Карапетяна «Дорога жизни» про Алопаевскую скоколейку, соединяющую населенные пункты с цивилизацией и более 30 других исследований. Он убежден, что в наше время журналист должен быть универсалом и самостоятельно создавать репортаж от начала до конца, искать информационные поводы, снимать, монтировать. Так он более конкурентоспособен. Нельзя забывать о том, что если журналист монетизирует свое творчество, то мультимедиа-контент должен быть собственным. Нельзя ничего брать из интернета в свои ролики, в свои материалы. Ни картинки, ни фотографии, ни видео чужое, ни звуки, ни музыку. Я думаю, что все-таки журналист должен уметь и снимать, и монтировать, и делать фотографии, и знать, как это заливается в интернет, как это обрабатывается, потому что сейчас это очень просто делается, то есть не надо никакого дорогостоящего оборудования для этого, то есть можно просто элементарно иметь какой-то мощный ноутбук, и это будет тебе и монтажка, и программы для обработки видео и аудио. В принципе, освоить эти программы сейчас очень легко, то есть их не так дорого купить. Вот я раньше помню, у нас была проблема в том, что когда мы только начинали заниматься телевидением, мы не знали, где это показывать. Прорваться в эфир какого-то телеканала – это очень сложно. Сейчас журналист может абсолютно спокойно открыть собственный сайт, сделать страничку в соцсетях, и это будет точно такой же эффект. Его также будут смотреть, если это будет интересно, точно так же будет его продвигать, и рекламодатели, некоторые могут даже сами выходить на этого человека и предлагать ему какое-то продвижение этого продукта, если это действительно интересно. В выборе тем для спецрепортажа Роберт советует ориентироваться только на свой вкус. Некоторые темы и вовсе могут прийти случайно. Темы берутся из нашей обычной жизни повседневной. То есть журналист – это человек, которому все интересно. Из чего сделан стул, как взлетают самолеты, как ездят поезда. То есть самые простые вещи, как вырастить помидор на грядке. То есть наша повседневная жизнь. Естественно, журналистика меня привлекает больше в каких-то проблемных материалах. То есть если, например, это какая-то остро-социальная тематика, то это как раз для меня. То есть мне нравятся материалы, где есть какая-то проблема. Что касается съемок репортажа в экстремальных условиях, будь то пожар или авария, то акцентом материала будут эмоции пострадавших, которые лучше стороннего слова вызовут у зрителя сочувствие. У вас должно быть умение расположить к себе человека. На самом деле есть такие способы. То есть вы можете просто поговорить и первые несколько вопросов задать, которые вам не нужны для сюжета. То есть просто о погоде, о жизни, сказать какой-то комплимент. Очевидцы, они уже на взводе, понимаете, очевидцы уже ревут, они уже плачут. Я думаю, там не надо успокаивать, там надо просто быть тактичными, то есть не задавать вопросов, которые могут еще более сильно отстроить человека. То есть постараться по-человечески просто поговорить. По словам Роберта, журналист – это посредник между событием и зрителем, поэтому для него важно расположить к себе людей. Что касается документальной журналистики, где в центре внимания жизнь одного человека, то журналисту важно показать героя как профессионала своего дела и как личность, а при возможности испытать образ его жизни на себе. Студенты разных специальностей часто встречаются вместе на репетициях, тренировках и не только. Возможно ли дружба между студентами гуманитарных, естественных и технических направлений, выяснила наша съемочная группа. Обычно люди общаются с тем, кто к ним ближе, и мы решили выяснить, возможно ли дружба студентов между разными факультетами. Я считаю, да. У меня все практически друзья, с которыми я близко общаюсь, все с разных факультетов, и я бы не сказала, что у меня суперблизкие отношения с другими людьми с моего факультета. Мне кажется, у меня гораздо ближе отношения с другими факультетами. Всем нам известно, что противоположности притягиваются, а следовательно, гуманитарии с технарями обязательно найдут, о чем с друг другом побеседовать. Студенты говорят друг с другом не только об учебе. В университетах богатая и внеучебная жизнь, фестиваль КВН, концерты, смотры, слеты и не только. Именно на таких творческих встречах студенты различных факультетов часто находят новых друзей. Не думаю, что это зависит от специализации и дружбы между людьми. Ведь дружеские отношения формируются не только на основе каких-то общих интересов в плане изучаемых предметов, а также на основе общих интересов в плане, например, музыкальных предпочтений, в плане предпочтений в искусстве, в плане просто, например, нравится ли человек, нравится ли с ним общаться или нет. Результаты нашего опроса показали, что дружба между однокурсниками, между студентами различных факультетов искренняя и крепкая, и чаще всего остается на всю жизнь. Мозгобой. Математическая олимпиада, в которой соединились воедино математика и юмор. О том, как участники из 20 команд боролись за звание самых эрудированных, расскажут наши корреспонденты. Математика. Многие думают, что математика – это скучно, но не для студентов УРФУ. Ведь здесь проводится множество интересных и веселых мероприятий. Одно из таких – математическая олимпиада «Мозгобой», где участникам предлагается решить задачи на смекалку и сообразительность. Прямая линия – вертикальная ось системы на плоскости или в пространстве координат. О чем речь? Мозгобой – это соединение математики и юмора. Сочетание, казалось бы, невозможного. Но более 20 команд доказали обратное. Здесь нужно было проявить свои интеллектуальные способности, возможно, вспомнить азы математики. Хотя некоторые студенты участвовали для того, чтобы интересно провести время, повеселиться и найти новых друзей. Мы уже участвовали в этом мероприятии, это было весело, здорово, поэтому решили попробовать еще раз. Участие позволяет почувствовать себя умнее остальных. У нас большая команда, у нас очень сильные умы собрались. Мероприятие приурочено ко дню математика и механика на соответствующем факультете. Математика – наука серьезная и требует большого интеллекта, и поэтому в нелегкой борьбе сошлись самые веселые и эрудированные студенты. Что-то организаторы придумали неординарное. Но мы пришли получить удовольствие от игры. То есть, допустим, некоторые вопросы, если мы не знаем, просто смешно ответить, чтобы всем было весело, когда их озвучивают. Участников ожидали различные задания. Проверка на знания теоремы, аксиом, раунд на кругозор, картинки и даже музыка, связанная с математикой. Для того, чтобы победить, необходимо было сосредоточиться и проявить знания, эрудицию и смекалку. Екатерина Журко – студентка второго курса, организатор Олимпиады. По ее словам, в этом соревновании могут принять участие абсолютно все. Здесь рады каждому. Главное – желание участвовать и хорошее чувство юмора. Это мероприятие для всех выпускников матмеха, для участников матмеха, для студентов. Мы вообще на самом деле готовы принять всех, кто угодно. Если пришли люди со стройки, я знаю, и есть одна команда вообще с другого факультета, просто ребята развлекаются. Традиционное мероприятие вновь состоится в Уральском федеральном. Принять участие могут все желающие, а победители ждут ценные призы. Ведущая известной радиостанции Александра Короткова вновь оказалась в стенах «Альма-Матер». Выпускница департамента факультет журналистики Уральского федерального университета рассказала о том, как совершенствовать профессиональные навыки и как не потерять вдохновение. Об этом мы не только узнаем в следующем сюжете. Новый день, новая суббота, новые занятия по тележурналистике. Испытывают ли стресс радиоведущие во время эфира? Что значит быть радиожурналистом? На эти и другие вопросы нам ответила редактор и ведущая Александра Короткова. Александра Короткова редактирует выпуски новостей на радио. Большую часть работы Александра посвящает написанию текстов. Особое внимание уделяет собственной речи. Работа вот такая редакторская – это постоянное, я не скажу, наверное, совершенствование, но постоянное возвращение к качеству собственного языка. Многие начинающие журналисты стремятся в СМИ ради известности и популярности. Иногда работа со знаменитыми людьми создает ложное представление о теле- или радиожурналистике. Столкнуться я на работе могу с кем угодно, из политиков, из наших звезд. Но не нужно стремиться в СМИ только для того, чтобы встречаться с этими людьми в коридоре. По крайней мере, вам будет, наверное, сложно работать, если вся ваша задача пребывания в редакции только чтобы там кого-нибудь встретить. В СМИ по коридорам кто только не ходит. Честное слово. И когда ты это воспринимаешь спокойно, как работу, во-первых, это определенная прививка от звездной болезни. А звездная болезнь – штука такая, которая портит всю твою работу. Работу в эфире в том числе, когда ты решил, что ты уже всего достиг. На работе в СМИ, как и в другой сфере, могут случаться неожиданные и смешные ситуации. Однажды во время эфира сломался кондиционер. Действия звукооператора и ведущего помогли создать из неприятной ситуации веселую историю. У меня начинается выпуск новостей. Кондиционер тек давно, но он как-то там подкапывал, подкапывал. Мы, значит, прикрывали от него пульт. Он видит на вешалке мой зонтик, висящий трость. Его раскрывает, а замирает в позе Мэри Поппинс. И надо мной, значит, ладно бы он это сделал за спиной. Я это вижу. В общем, вид вот этого человека, замершего с зонтиком надо мной, над пультом. И такое громкое журчание со стороны кондиционера. То есть вот ни раньше, ни позже. У меня микрофон включен. Я, значит, пытаюсь что-то читать уже, довязь от смеха. Я что-то там должна была прочитать про осадки. Это был, наверное, единственный случай, когда я просто вот... Микрофон искренне абсолютно. Потому что сдержаться уже было невозможно. Иногда с течением времени человек начинает испытывать скуку от работы. Любимая и захватывающая профессия может стать обыденной и однообразной. Александра рассказала, что она делает, чтобы не потерять интерес к работе. Я люблю получать удовольствие от работы. И мне приятно, когда я понимаю, что за тот продукт, который я сделала, мне не стыдно. За тот эфир, который я провела, мне тоже не стыдно. И главное, от общения со мной или со слушателями, и это общение со слушателями шло через меня удовольствие, получили мои гости. Александра Короткова – профессионал своего дела. Она нашла себя в работе радиожурналиста. На встрече Александра поделилась секретами, как полюбить свою работу, добиться хороших результатов и стать настоящим журналистом. Не теряйте вот это вот ваше вдохновение, которое сейчас у вас есть. Не теряйте вот эти вот широко распахнутые глаза. Не теряйте азарт какого-то вот постижения нового. Если вам про радио я сегодня рассказала, это не значит, что я рассказала все. Ваше радио, поверьте мне, оно будет совершенно другое, с совершенно другими впечатлениями. У каждого будет свой потекший кондиционер и свой зонтик, который в это время будут держать над вами. Не разочаровывайтесь в профессии сразу, даже если разочарование придет раньше, чем вкус к этой профессии. А на сегодня это действительно все. Увидимся на следующей неделе, как всегда, в программе «Студенческий городок» на телеканале ЕТВ. Увидимся на следующей неделе, как всегда, в программе «Студенческий городок» на телеканале ЕТВ.